Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок! С вами Анастасия Гулис. И сегодня я хотела бы вам рассказать о таком моменте, который всегда вызывает большие споры среди цветоводов, среди профессионалов и любителей. Это момент в осенней посадке пионов. Если вы не первый день занимаетесь цветоводством, вы, конечно, знаете, что осенняя посадка пионов предпочтительнее. Она позволяет растению нормально укорениться и весною показать всю свою силу и всю свою красоту. Но, однако, большинство производителей предлагают нам посадочный материал новых сортов в весеннее время, когда сроки для посадки в нашем климате, в общем-то, как бы не очень хороши, а новый сорт купить хочется, и хочется вырастить именно его. Придется идти на компромисс с природой, поскольку пионы – это растения умеренного прохладного климата, у них образование и развитие новых корней происходит в прохладной почве, то есть температура на уровне основного расположения корней, это где-то 20-25 сантиметров, должна быть не более 5 градусов Цельсия. У нас очень часто в последнее время наблюдается такая ситуация, что весною очень быстро наступает жара, и пионы, которые мы высаживаем весною, они не могут дать нормальных, полноценных всасывающих корней. Какие корни у нас являются всасывающими? Вот на этой зеленке пионов мы можем хорошо увидеть, что у пионов имеются запасающие корневища, это вот такие толстые, как пальцы, корневища, и на самом деле они, конечно, важны для пиона, но для его оптимального и нормального развития наибольшее значение имеют вот эти маленькие, тоненькие всасывающие корешки. Они образуются либо на концах запасающего корневища, но у некоторых сортов они образуются также у основания почек спящих. Если мы сажаем пион в теплую почву, и после этого у нас наступает жара, то вот эти всасывающие корешки, они очень часто у посадочного материала в принципе отсутствуют, а этот материал хранился как раз при оптимальных условиях, и вот именно такую зеленку вы в принципе можете высадить сразу в грунт. Если знаете, что как минимум две недели после посадки у вас не будет летних температур дневных, либо устраивать надо притянку над участком, чтобы защитить почву от перегревания. Также можно использовать мульчирование светлым материалом, таким как опилки, но единственный момент, что опилки после укоренения, появления ростков обязательно необходимо снять, потому что они закисляют почву, лопионы не переносят кислых почв, они очень отрицательно реагируют на них. Например, вот эта зеленка, во-первых, она из другой группы, этим может объясняться, но вы видите, что у нее практически и нету всасывающих корешков, за исключением вот этого, ну вот здесь вроде что-то пробуждается. Чтобы этой зеленке дать шанс на выживание, ее придется сажать с хитростью. Какая же эта хитрость? Ну, для того, чтобы у вас хитрость удалась, необходимо, чтобы у вас было место, где растение может, можно создать прохладные условия. Например, это погреб, это может быть какой-то затененный участок, понижение в почве. В принципе, даже холодильник бытовой, либо какая-то холодная кладовка на даче, они тоже могут сыграть свою роль. Берем горшок достаточного объема. Горшок должен быть с достаточным количеством дренажных отверстий. Берем наше корневище. Если на нем не имеется никаких признаков повреждений, то, в принципе, химические обработки при посадке не обязательны, ничего страшного не должно произойти. Но если вы видите, что у вас есть какие-то подгнившие корешки, какие-то вот такие черные бывают, совсем сухие корни, вот их удаляют, и срезы присыпают либо толченым углем, можно обработать зеленкой, можно обработать срез чесноком, он тоже является дезинфицирующим средством. Горшок заполняется легким грунтом. Можно использовать грунт для комнатных растений, на основе торфа. Единственное требование, что этот грунт не должен быть кислым. Он может иметь слабокислую реакцию, но кислым он не должен быть. И мы размещаем в горшке, то есть он должен давать достаточную свободу нашему корневищу, этот горшок. И засыпаем почвой. Если у вас имеется подвал, в котором температура летом не повышается выше 5-6 градусов по Цельсию, то в принципе вы можете занести свое корневище, особенно если на нем маленькие почки, либо они отсутствуют. Очень часто бывает, что почки совсем зачаточные. Прямо в таком виде, в горшке, в этот подвал, и держать его там до осенней посадки. Ничего страшного не произойдет, если ваши маленькие почки, они в темноте, естественно, будут вытягиваться, будут бледные, не очень красивые. Но при этом у вас образуются полноценные всасывающие корешки. И когда придет срок осенней посадки, вы без труда вынимите свое корневище из горшка и высадите на постоянное место. А если же в вашем погребе, либо в месте, куда вы собираетесь разместить свой горшок, очень сложно подержать температуру до 5-6 градусов Цельсия, если температура там поднимается до 10-12 градусов, то в принципе это место тоже подходящее, но держать там растение до осенней посадки не стоит. Достаточно будет месяца выдержать растение в прохладных условиях, чтобы хотя бы пробудились вот эти всасывающие корешки. И, как правило, не знаю, как в вашей местности, в условиях Беларуси чаще всего в середине-конце июня наступает похолодание, порядка недели-двух с дождями. И в этот момент можно будет высадить ваше несвоевременно появившееся на участке корневища пиона на постоянное место. Конечно, есть особенность при весенней осадке пионов, которая создает какой-то момент разочарования. Пионы, посаженные весною, зацветают как минимум на год позже, чем пионы, посаженные осенью. Даже при осенней посадке, если у вас деленки не очень сильные, небольшого размера, первые бутоны, которые появляются на следующий год после отрастания, их всегда удаляют для того, чтобы дать силы растению развить нормальное полноценное корневище. Если мы растения высаживаем корневища пиона весною, то нам придется как минимум два года удалять бутоны до того момента, когда мы сможем достичь оптимального соотношения надземной и подземной части этого растения. Растения, высаженные в горшки, не подкармливают, но нужно своевременно следить за тем, чтобы почва не пересыхала, поливать ее. Особенно эффективно полив действует на снижение температуры почвы. Если вы чувствуете, что на улице очень сильная жара стоит, и в вашем погребе повышаются температуры, то можно поливом снизить температуру в этом помещении. Вы, когда поливаете почву, вода испаряется и охлаждают почву. Поэтому очень важно, чтобы в горшке было достаточное количество дренажных отверстий, чтобы вода не просто охлаждала, но истекала, чтобы не было застоя ее. Надеюсь, что мои советы помогут вам вырастить самые красивые пионы и насладиться в полной мере красотой этого роскошного цветка. С вами была Анастасия Гулис на канале Процветок. Подписывайтесь на наш канал. Будьте здоровы, ставьте лайки. До свидания.